Спасибо. С удовольствием поделюсь впечатлениями и мыслями для меня. Это тоже очень интересный опыт для моих товарищей, участие в подобном мероприятии. Замечу, что культурная повестка вообще-то была предметом внимания всегда мероприятий такого уровня. То, что мы возвращаемся к необходимости разговора о культурной политике, это очень хороший знак. Это очень важная ситуация. Я считаю, что мы все находимся в ситуации недоосмысленности этой роли. Не хочу подавляться, так сказать, кулику, который хвалит исключительно свое болото и говорит только о своей отрасли. Я хочу сказать и поделиться своим глубоким убеждением, то, что культура сегодня выходит на первый план. Вопросы культурной повестки становятся вопросами действительно безопасности страны. Для того, чтобы это осознать, нужно понять некоторые вещи. Для кого-то они будут звучать как банальности, для кого-то это откровение. Культура – это не отрасль экономики. Культура – это среда. И в этом подходе и заключается ключ и причина наших проблем. Потому что воспринимать культуру как отрасль – это значит автоматически соглашаться с тем, ну да, это такая отрасль, это важно, но это там где-то между образованием, здравоохранением, конечно, после образования, здравоохранения, жилищного хозяйства, но и вот перед где-то какими-то еще вопросами, ну совсем связанными с досугом. Культура – это территория производства смыслов. Образование – это технология трансляции этих смыслов. Образование не имеет того права и той задачи, эксперимента, который несет в себе культурная практика. Педагог не имеет права пробовать, педагог не имеет права экспериментировать, особенно если это детский педагог. Педагог должен уметь транслировать, педагог должен делиться знаниями. Культурные практики – это практики поиска. Это практики риска априори. И в нашей стране, безусловно, сейчас доминирует охранительная тенденция. До начала СВО мы жили исключительно в модели западной парадигмы. Мы были абсолютно колониальной культурной провинцией. Ни о каком культурном суверенитете нельзя было говорить. В общем-то, о нем, по большому счету, конечно, нельзя говорить и сейчас. Если мы фиксируем с оговорками, но мы фиксируем факт того, что мы, Россия, суверенная держава в военном отношении. Это безусловно. Мы обретаем политический суверенитет. Мы обретаем продовольственный суверенитет. Технологический суверенитет является темой нашего обсуждения. Но культурный суверенитет, в чем он выражается, как это посчитать? Это очень сложно, потому что, конечно, культура – это такое пространство, где нет таких явных показателей, как есть в экономике. Я не могу предоставить вам такое количество цифр, которые мои уважаемые коллеги предоставляют. И это убедительные цифры, хотя напомню, что некоторые умные англосаксы говорили, что есть несколько видов лжи. И самый главный вид лжи – это статистика. Культура работает с тонкой энергией, культура работает с тонкими настройками. И если мы не поймем, что мы должны на это обращать внимание, мы должны выработать модели мониторинга культурного пространства, мы должны придумать. Их нет сейчас в России. В России нет сегодня культурной политики. Есть культурная политика в Иране, да. Есть культурная политика в Индии, безусловно. Есть культурная политика в Китае, безусловно. Есть культурная политика в Америке, в стране, где не существует Министерство культуры. Аналог Американского Министерства культуры – National Endowment for the Arts – это маленькая организация с мизерным бюджетом. Но культурная политика в стране есть, безусловно. Сегодня наши культурные власти выполняют очень важную и, слава Богу, функцию сохранения культурного наследия. Мы понимаем, что Большой театр, Третьяковская галерея и так далее, так далее – это наша святыня. Мы не должны потерять это так, как происходило в 90-х годах. Слава Богу, не все разрушено. Но надо понять, что культура – это территория опережающего развития. В этом отношении хочу в заключение сказать о трех моделях культурной политики и о том, кто должен эти модели реализовывать. Социальная культурная политика, то есть ориентация на горизонтальное обслуживание населения. Вертикальная культурная политика, ориентация на элиты и ориентация на креативную экономику. Только соединив эти три вида культурной политики, мы сможем достичь культурного суверенитета. Нельзя одно противопоставлять другому, хотя в диалектическом взаимодействии, в диалектическом конфликте эти виды культурной политики существуют. И последнее. Кто должен взять на себя ответственность за эти процессы? Художники, креативный класс. Давайте признаемся друг другу, будем откровенны, что сегодня мои коллеги, мое сообщество, я себя считаю художником, но я должен признаться, наше братство не способно взять ответственность за состояние умов и душ наших детей. Власть, как я уже сказал, реализует только вот эту охранительную функцию. Она содержит институции, те, которые есть, слава Богу. Поэтому мне остается напомнить о ситуации, которая была в конце 19 века. Именно русский бизнес взял на себя ответственность за развитие культуры. Те великие достижения, которые существуют и до сих пор ассоциируются с русской культурой, это великая русская музыка. Это Дягилев, это Станиславский, великий русский театр, кинематограф, который родился в самом начале 20 века. Это исключительно территория, на которой работали русские бизнесмены, русские предприниматели. Они осознали, что им надо отвечать за будущее России. И они заложили фундамент русской культуры, который сохраняется даже несмотря на те серьезные трагические события, которые были в 20 веке с нашей страной происходили. Поэтому я искренне надеюсь, и мы, собственно, об этом говорили на наших, на тех секциях, в которых я участвовал, я искренне надеюсь, что бизнес не отнесется к культуре как к чему-то, имеющему отношение к событиям между фуршетом и окончательными танцами такими. Это наша ответственность. Давайте вместе решать эти проблемы. Спасибо. Спасибо.